Ильдар, доброе утро. Расскажи, как же пересеклись музыка и литература? Аня, доброе утро. Хочу сказать, что напрямую, потому что именно здесь, в капелле, долгое время служил и руководил ею величайший композитор Михаил Глинка, чья судьба и творчество неразрывны, связаны с Александром Сергеевичем Пушкиным. Ильдар, именно зданием государственной академической капеллы как раз-таки является первой точкой пешеходной экскурсии под названием Перо и Лира. Вот пройдемся по маршруту прямо сейчас вместе с Юлией Олеговной Шалишевой. Юлия Олеговна, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, мы, естественно, в этой пешеходной экскурсии пройдемся и вдоль Мойки-12. Где еще побываем? Вы знаете, я хочу сказать, что капелла действительно подготовила очень интересную и насыщенную программу к юбилею Александра Сергеевича Пушкина. Во-первых, это наш знаменитый фестиваль «Невские хоровые ассамблеи», который пройдет с 10 по 20 июня. Открывается он 10 июня. Опера Рахманинова Олега в исполнении солистов хора и симфонического оркестра капеллы под руководством маэстро Владислава Чернушенко. Но также мы выходим и на улицы, и специально для жителей и гостей северной столицы подготовили пешеходную прогулку, которая называется, как вы правильно сказали, Перо и Лира. И начинается она здесь, на Певческом мосту. Мы все знаем, что он назван благодаря тому, что он соединил императорскую певческую капеллу и Зимний дворец. Следующей точкой нашей экскурсии будет Мойка-12. Мы зайдем туда и узнаем, какую музыку предпочитали в семье Александра Сергеевича Пушкина, что они слушали, как проводили свои вечера. Вы правильно сказали, что имя Михаила Ивановича Глинки и Александра Сергеевича Пушкина тесно связаны. Как сказал критик Стасов, Глинка для русской музыки значит столько же, сколько и Пушкин для русской поэзии. Поэтому мы посвятили свою экскурсию творчеству двух великих деятелей культуры прошлого. Ну и о легендах, окутанных, о котором окутан город, мы тоже ведь поговорим. Конечно. Наш путь продолжится от Мойки-12, Мойка-14, где жил Иван Пущин, лучший друг Александра Сергеевича Пушкина, «Мой первый друг, мой друг бесценный». Дальше мы пройдем на Миллионную улицу и вспомним легенды о ночной княгине Авдоте Голицыной, которой когда-то предсказали, что во сне она встретится со смертельной опасностью, и поэтому она проводила все свои балы и званные вечера, и музыкальные вечера только по ночам. Также мы пройдем мимо дома великой трагической русской актрисы Екатерины Семеновой, о которой Пушкин писал, который Пушкин ей восхищался. Он говорил, что если говоришь об русской трагедии, всегда говоришь о Семеновой, только о ней. Ну и, конечно, Эрмитажный мост, который стал знаменитым благодаря Петру Ильичу Чайковского, который, по преданию, там утопилась Лиза, и это уже вошло в городской фольклор. Легенды Малого Эрмитажа, легенды Зимнего дворца, и, конечно же, финал нашей экскурсии будет во дворе Певческой капеллы. Мы вернемся сюда. Помимо программы «Перо и Лира» вы подготовили еще и игру «Квиз Пушкин». Вот буквально в нескольких словах расскажите подробнее об этом. Это интеллектуальная игра, которая состоит из понимания и изучения непонятных для нас сейчас слов Александра Пушкина, которые он использовал в своей поэзии. То есть участники «Квиза», которые придут к нам, их встретит виртуальный персонаж, и ему нужно помочь будет, используя слова Александра Сергеевича Пушкина, собрать на бал, на прогулку. Ну вот у наших ведущих, Василия и Людмилы, сейчас в студии нету виртуального помощника. Я предлагаю как раз-таки проверить их знания и задать один из вопросов этого квиза нашим коллегам. Итак, Юлия Олеговна, прошу вас, задавайте вопрос. Людмила, Василий, пожалуйста, приготовьтесь. Чем прекрасен, по мнению Александра Сергеевича, ночной зефир? Строки Пушкина о нем. Ночной зефир струил эфир. Итак, время. Чем прекрасен? Так, смотри, варианты. Красотой слога, глубиной познаний, звучанием скрипки, свежестью дуновений. Давайте выберу красотой слога. Я выбираю свежестью дуновения, но я бы добавил свой вариант, потому что ночью зефир можно съесть. Ой, давайте. Вариант А и В. А! Так, ну что, коллеги, спасибо вам большое. Вот так вот, я выиграл. Наши коллеги сейчас проголосовали сразу за два варианта ответа. За первый и за вариант В. Вот какой из них правильный? Правильный ответ свежестью дуновений. Зефир – это один из видов западного ветра. Потрясающе. А с чем это связано? Почему? Это связано с историей русского языка времен Пушкина. Фантастика. Ну вот ближе с этой историей мы еще будем знакомиться. Юлия Олеговна, спасибо вам огромное. Коллеги, ну, я хочу вам сказать, что не нужно никуда уходить. Мы еще не заканчиваем. Раз вы так прекрасно справились с первым вопросом, у меня для вас вопрос под номером два. Вопрос звучит так. Шлафор – это название чего? Итак, прошу вас. Шлафор – название. А варианты ответов будут или в этот раз не будут? Шлафор. Мне кажется, это фамилия. Так, парусный корабль, холодное оружие, архитектурный элемент, домашний халат. Выберу парусный корабль, хотя я уверена, это неправильно. Я выберу вариант Г. Домашний халат. А и Г. Прекрасно, прекрасно. Коллеги, ну, мне очень нравится, как вы дипломатично, знаете, отвечаете, чтобы хоть один ответ точно попал. Да, точно попал в цель. Это прекрасно. Василий, я хочу вам сказать, что вы в прекрасной форме. Вы ответили верно. Это название домашнего халата. Коллеги, ну, на этом моменте я вам хочу сказать, что все вопросы для вас у меня закончились. Я пошел думать над новой викториной и пока что передаю слово вам. Ильдар, спасибо большое. Людмила, ну, ты заметила, два из двух я ответил верно. Я хочу поблагодарить Ильдара, потому что теперь благодаря Ильдару Абитову мы знаем, что Василий в прекрасной пушкинской форме, скажу.